МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своих воспитанников показали Артуру Парфенчикову. Материал Екатерины Семеновой. Сейчас в большом приключении в основном дети из Москвы. И дело не только в том, что родители из Карелии стремятся отправить своих детей на юг, но и в стоимости путевок. Съездить на море дешевле признает руководство Музерского лагеря. Но не факт, что там для них будут созданы такие условия. Дети разбиты на группы по 10 человек, на каждую группу по два взрослых сопровождающих. Прежде чем отправиться на встречу большим приключениям, тренирует командный дух. Раз, два, три! Лагерь расположен на берегу одной из крупнейших карельских рек Чиркакем и изначально ориентирован именно на водный туризм. Три точки опоры. Разворачивайся. Это очень хорошо. Мы проходим полный курс и обучение в экстренных ситуациях, и поход в категории сложности, которые нас готовят к тому, чтобы мы могли здесь свободно уже работать и давать детям навыки. Конечно, безопасность первое, о чем беспокоятся родители, отправляя своих детей в лагерь. Но в большом приключении заверяют, здесь меры безопасности усиливать не пришлось. Они и так всегда были максимально строгими. Например, купаться нельзя вообще. Есть, значит, все-таки совсем конкретный документ. Это постановление правительства Российской Федерации о том, что каждая детская группа, которая выходит в поход, на воду, в лес, еще куда-то, она должна регистрироваться в МЧС. Это вот появилось в самом начале этого года, не знаю, в январе, в феврале. Мы это делаем на протяжении всех 17 лет существования в лагере, без всяких документов. И мне каждое утро докладывают о всех группах с детьми на маршрутах. Я каждое утро в 7.30 получаю информацию о дежурном по МЧС, где находятся группы детей, значит, и в каком они состоянии, как со связью. Так что навстречу большим приключениям участники лагеря могут отправляться бесстрашно. И не только по воде, но и пешком, с собаками или на велосипедах. Новые маршруты и программы появляются почти каждый сезон. Ведь дети иногда приезжают не раз и не два для того, чтобы преодолеть те препятствия, которые не дались с первого раза. Или бросить новый вызов себе и своей команде. 14 лет в лагере. Ребенком, возражатым. Теперь поваром, теперь инструктором. Я люблю какие-то вещи делать самостоятельно. Ну, с места в этой палатке, рубить дрова, готовить еду. Комары не сильно дают? А, привыкнем. Кстати, покусать тут могут только комары или оводы. На территории лагеря не обнаружено ни одного клеща. Три года назад в лагере появились группы маленьких героев. Из ребят 8-10 лет. В первый раз их было 10, в прошлом году уже 200. Для них, в отличие от подростков, которые спят в палатках, построены жилые корпуса. Да, маршруты подобраны попроще. В остальном, они такие же искатели больших приключений, как и их старшие товарищи. Большое приключение начинается задолго до этой вывески. Для того, чтобы добраться до лагеря, расположенного в диком Карельском лесу, приходится ехать по такой труднопроходимой дороге. Впрочем, в ближайшее время ситуация должна измениться. Уже принято решение о передаче этого участка в республиканскую собственность. Также планируется, что к лагерю построят и линии электропередач. В свою очередь, руководство Большого приключения готово к так называемому социальному партнерству. Каждый год будут выделяться квоты для республиканских детей и подростков на пребывание в этом лагере. Екатерина Семенова, Игорь Ореховский, Вести, Карелия, Музерский район.